Здравствуйте. Сегодня мы разберем с вами упражнение ВИЧУ, которое называется «Четверо врат». Оно состоит из двух техник. Первая техника называется «Ганда» – «Гансаос ударом». И вторая техника называется «Танда» – «Блок танцаос ударом». Одной из отличительных особенностей ВИЧУ является использование блоков и ударов одновременно. А также используется одна из основных историй ВИЧУ с поворотом. То есть мы принимаем позицию «Четверо врат» – «Ганда» – «Ганда» – «Ганда». Раз, два. И из этого положения выполняем повороты. Самое главное в этих разворотах – это научиться правильно работать тазом и поясницей. То есть выполняем правильные развороты на всей стопе. В конце поворота вес на задней стоящей ноге. Проверяется по следующему упаду. Чтобы проверить, вам нужно повернуться и попробовать оторвать одну из ног, передне стоящую ногу, буквально на один сантиметр. Подержать какое-то время. То есть перенос веса должен быть удобным, комфортным. И не забывайте также, что вы должны полностью разворачиваться. Таким образом, при этом развороте мы убираем туловище спине и атаку. Также в этом движении используется поворот таза. То есть во время поворота мы включаем движение таза в наш удар. Сначала для тренировки вы можете использовать просто тренировку удара. Чунгюн. Прямо удар вперед. Используя вот этот же поворот таза и ног. И после этого, после освоения этой техники, можно переходить к освоению упражнения 4-го. Для освоения этого упражнения вам нужно уметь делать правильный блок танцала. И правильный блок танцала. В данном упражнении оба эти блока выполняются с поворотом. То есть во время выполнения блока танцала не забывайте, что локоть находится на расстоянии 12 сантиметров от солнечного сплетения. Правильное положение локтя здесь посрединке. Блокирующая рука чуть-чуть ближе, чем неющая. Так как вам нужно выдавать таз в удар, выполняем первые два движения в упражнении, четверо два. Первое движение – таз, второе движение – блок танцала. Третье движение – блок танцала, ганда. Одна рука блокирует внизу, рука не выходит за проекцию ноги. То есть рука в плоскости ноги впереди стоящей находится. Вторая рука выполняет удар в противника. Опять одна рука выполняет ганда, вторая рука выполняет удар. Опять повторяем. Танцао сюда. Танцао сюда. Гансао сюда. Гансао сюда. Танцао сюда. Танцао. Гансао. Гансао. Танда. Танда. Ганда. Ганда. Сначала упражнение выполняется плавно, потом потихонечку в движение вкладывается все усилие. Это же упражнение также можно выполнять из поднял. Е. Также это же упражнение можно выполнять и на деревянном виде. Хотя здесь вам хочется делать небольшие большие шарики. Продолжение следует... Продолжение следует...